Микс-ньюс. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Снова мы с Вадимом Родионовым собрались вместе, чтобы с вами пообщаться на кинтектуальные темы. И сегодня мы выбрали в качестве темы здесь многоточек. Да, здесь многоточек. Что меня к сегодняшней теме привело? Начну издалека. Во-первых, уже происходящая избирательная кампания агитационные выборы в Рижскую Думу. Во-вторых, одна из моих пациенток, у которой проявилось такое редкое состояние, которое относится к состоянию какого-то истероидного круга, есть такое истерические нарушения речи и тому подобные вещи, которые хорошо лечатся нашими способами. Так вот, сегодня наша тема – это демонстративность. Мы когда-то к этой теме уже прикасались, но тема – это вечная. Что такое демонстративное поведение, каков его диапазон, где оно встречается и так далее. Почему я начал с политики? Ну, что такое демонстративность – это желание привлечь к себе внимание. Ну, что для политики, в общем-то, весьма естественно. Иногда мы это называем театральностью. Большинство из нас так или иначе хотят привлечь к себе внимание. Но, наблюдая за избирательной кампанией наших политиков, потихоньку складывается ощущение, что мы стараемся выбрать не лучшего политика, а лучшего актёра или лучшего оратора. Но это уже тогда получается, что проблема не в том, кто демонстрирует, а в том, кто эту демонстрацию воспринимает. И это тоже. Это всё. Любой проблемой есть. Что называется приёмник и передатчик. Так вот, мне кажется, это интересная вещь в политике. Если мы понаблюдаем за избирательной кампанией, то основное, что происходит, это нас пытаются впечатлить. Нас пытаются впечатлить, причём впечатлить нас обычно пытаются, так уж получилось, редко, когда актуальными достижениями, а если они есть, они будут подчёркнуты и преувеличены, а в основном рисованием красивых картин будущего. Потому что интересно, что демонстративность будет острая история. Обычно истероидные люди хорошо внушаемы, хорошо поддаются гипнозу и так далее. Это ещё заметил Фрейд, его современники и более поздние доктора. Так вот, очень интересно, что с одной стороны одни демонстративные люди устраивают красивое шоу, красивое, с красивыми атрибутами, с красивыми оборотами речи, с интонациями и так далее. А с другой стороны, люди, возможно, схожи с ним склады, весьма внушаемые, которые поддаются на всю эту агитационную кампанию. После чего мы регулярно стинаем, кого же мы выбрали. Ну вот мне кажется, что здесь ведь актуален принцип «казаться, а не быть», потому что демонстрация очень часто является созданием некого такого идеального образа, который очень часто не соответствует реальному наполнению. Разумеется, образ должен быть улучшенным. Если говорить о политике и об истории, я в своё время читал несколько статей о том, что в период смуты, в период общественных переломов, в период, когда у людей как-то ценности пошатнулись, очень часто на передний план люди с актёрскими навыками выходят на передний план. В своё время был известный Краснобай Александр Фёдорович Керенский во времена Первой революции в Российской империи. Был такой персонаж, может, это помните из истории Поп Гапон, который увлёк за собой рабочих и привёл их под пули, можно сказать, тоже обладал удивительным воздействием на массы. Это люди с харизмой. С харизмой, но есть разница. Есть люди, которые умели читать длинные речи, и Гитлер, и Фидель Кастро, но трудно сказать, что только на демонстративных чертах они добились своего. То есть, в какой-то момент они пришли к власти, но потом Гитлера хватило не очень надолго, Фидель Кастро проработал, но очень долго, и, по-моему, до глубокой старости читал свои речи по 4-5 часов. Но вот здесь, мне кажется, что всё-таки вы упоминали истероидный тип личности. Если мы относим к таким выдающимся ораторам, всё-таки это не флегматики, это часто люди неспокойные, именно они такие эмоционально заряженные и истеричные в том числе, потому что Гитлера, когда смотришь, складывается впечатление, что человек действительно страдает чем-то таким. Я думаю, что флегматиков в политике вспомнить сложно, даже если люди могут внешне это впечатление производить. Я думаю, что флегматик – это такой малоподвижный темперамент. Здесь нужен пассионарий. Да, политики люди страстные. Ну, например, какие-то прекрасные актёры вспомним Владимира Вольфовича Жириновского. Он недавно гостем нашего эфира. Видите, как вам повезло. Который уже много лет привлекает и удерживает внимание немалой части населения. Поэтому политика, наверное, частью приложения демонстративных, актёрских талантов останется всегда. Вопрос, насколько избиратели способны различать актёрское мастерство и реальные навыки государственного мужа. Но очень часто ведь мы слышим такую точку зрения, мол, что это за политик, ни рыба, ни мясо, его не слышно и не видно. И, в общем-то, но есть и контраргумент. Говорит, ребята, посмотрите на скандинавские страны. Там в общество политиков даже многих не знают, как зовут. Это вопрос, что авторитарный, тоталитарный лидер, он чаще, ярче, чем демократический, потому что ему нужно удерживать это внимание. Возможно, и так. Наверное, в стране, где всё тихо и спокойно, не нужно таких навыков. Вопрос, если почитать исторические книги, как долго в какой-либо стране всё может быть тихо и спокойно. Как показывает история, тихо и спокойно, постоянно не бывает никогда, рано или поздно происходят какие-то смуты, вспышки, и там востребованы лидеры совершенно другого толка. Но вот эти смуты, вспышки, форс-мажорные обстоятельства, войны, в конце концов, они ведь выталкивают на орбиту, на пьедестал именно людей харизматичных часто. Есть такая заказа? Да, но опять вопрос, как надолго? И насколько харизма, которую нужно на короткое время увлечь за собой людей, это одно. Такое бывало часто. Вот Черчилль, который фактически смог состояться именно по причине того, что было очень плохо всё. И тогда его, как компромиссного кандидата, как раз и выдвинули. Ну, знаете, учитывая, что Черчилль был нобернским лауреатом, и Черчилль прошёл свой путь в политике очень длинный, я думаю, что как раз Черчилль точно не был демонстративной личностью. Но стал ведь в результате компромисса, согласись, в результате форс-мажора, который он уже на премьерский пост. Наверное, но я думаю, что анализу Черчилль может посетить отдельную передачу, но он точно не относится к таким калифам на час, совершенно другого масштаба человеку. Но вот где этот баланс, почему я упомянул Черчилля, где этот баланс между демонстрацией и наполнением, где он проходит? Демонстративные личности. Всем, как я уже говорил, всем любим внимание. И перепад демонстративности, крайняя степень демонстративности называется истерией, раньше называлось. Минимальная степень демонстративности свойственна всем. Это ребёнка, который пытается привлечь внимание родителей, молодого человека, который пытается привлечь внимание девушки или наоборот, и тому подобные вещи. Есть у всех. Но, наверное, как везде, всё зависит от того, от пропорции. То есть, то, что называл знаменитый российский исследователь психопатии профессор Ганнушкин, у него есть замечательная книга «Клиника динамика психопатии», читается как художественная литература, захватывающая. Он писал истероидная психопатия, и очень кратко формулировал, что стероидные личности, стероидные психопаты – те, которые пытаются любой ценой привлечь к себе внимание. Это основная черта. И это цель. И это цель, доминирующая черта – это способ существования. Я повторюсь, это совсем не порок. Ну, мы знаем все людей, которые, можно сказать, душой компании. Человек, которого приятно слушать, который полон историй, которые артистично и красиво их рассказывают, и которые всегда удерживают на себе внимание. Стероидный психопат, как это называлось, он другой тип личности. Туда входят патологические лгуны, люди, лгущие без всякой на то необходимости, просто потому что демонстративность – это попытка создать у окружающих о себе фантазийный, иллюзорный образ. И в этих фантазиях люди постепенно поселяются сами. Я знал неоднократно множество людей, которые искренне верили в вещь, которые вдруг вспоминали, что они выдумали их когда-то, но они себя давно убедили, что это правда. Их биография похожа на роман полувыдуман, в который они сами искренне верят. И то, что нацистероидными психопатами – это люди, которые живут не в реальности. Но этим людям всё-таки, что для них главное – казаться для окружающих, создать эту демонстрацию, создать этот образ, эту иллюзию, или для себя в первую очередь? Вот вы сказали о том, что есть люди, которые искренне верят в то, что это частик биографии, хотя они какой-то элемент придумали. Истероидная личность не просто человек, который обдуманно, холодно и расчётливо играет определённую роль. Истероидная личность, как всякий актёр, в этой роли живёт. Кстати, возвращаясь к политике, актёрам, как мы знаем, история приписывает императору Нерону поджог Рима, чтобы читать и складывать стихи, глядя на это, участие в театральных постановках. И даже когда Нерона свергли, преследовали, он приказал своему рабу пронзить себя мечом. По легенде он произнёс фразу «О, какой великий актёр умирает сейчас». Вот вам сочетание политики и актёрства. Но, кстати, ведь не с первой попытки всё-таки это удалось, потому что не хватало ему мужества самому себя. И, соответственно... Но трудно сказать, что только на одной демонстративной штате актёру нужен, естественно, талант. Но актёр – человек, который хочет демонстрировать, человек, который хочет играть, человек, который живёт в искусстве, в несколько выдуманном мире. Другое название демонстративного поведения – это театральное поведение. Но человек, ведущий себя... Актёр профессиональный, человек, ведущий себя как актёр в повседневной жизни... Выглядит странно. Мы сразу видим разницу. Поэтому ощущение актёрства, ощущение театральности обычно в повседневной жизни режет глаз и режет ухо. Мы ощущаем какую-то неестественность. Если, конечно, демонстративные истероидные черты не принадлежат ещё и к тому же серьёзной личности с интеллектом, с багажом и так далее, тогда это приобретает несколько другой окрас. То есть богатая личность даже демонстративность использует для достижения своих целей. Но опять очевидно, у таких людей, если личность богата, демонстративность всегда будет её составляющей, но не ведущей и не доминирующей частью. Потому что, что характерно для демонстративных, для истероидных личностей, выраженности, они всегда очень поверхностны. То есть форма есть в содержании? Они настолько сосредоточены на внешнем эффекте, что, в общем-то, это главное. Главное впечатлить и завоевать. Дальнейшее неинтересно. Но их это удовлетворяет, то есть эти люди испытывают чувство удовлетворения. То есть ты ведь делаешь что-то ради чего-то, ради того, чтобы впечатлить аудиторию. Например, примитивный пример – собрать лайки в социальной сети. Хотя эти лайки часто не несут вообще никакого наполнения. Приходит удовлетворение с этим? Или это постоянная история постоянного страдания в какой-то степени, потому что ты никогда не чувствуешь этой радости? Ну, я думаю, что с лайками, например, лайки нравятся большинству людей. Вопрос, для кого они важны. Но цель ли это, соответственно, сделать что-то, чтобы собрать там тысячу лайков или нет? Лайки – это инструмент. Это тоже способ почувствовать значимость. Если ты собрал очень много лайков, ты чувствуешь… И кто-то, для кого-то это часть деятельности, для кого-то это смысл. Почувствовать себя любимым народом, любимыми людьми и так далее, и так далее. Поэтому, ну, ещё раз, демонстративные люди по-настоящему, глубоко демонстративные истероидные личности, им трудно, им не очень интересный результат, им интересен сам процесс, вот это впечатление. Это очень интересно, неоднократно описывалось люди, которые сталкивались с демонстративными личностями в личных, в интимных отношениях. Чаще это женщины, да проститься мне, мужчины такие тоже бывают, для которых важен сам обряд игры и ухаживаний. Им очень нравится флирт, им очень нравится впечатлять, им очень нравится завоёвывать, им очень нравится, когда они видят, что люди ими поглощены. Когда флирт закончен, сам секс их не очень интересует, потому что это не сценично, это не впечатляет, это не видит масса людей. То есть аудитории уже нет? Да, поэтому это очень часто заметно. Кстати, о самом понятии истерии, сколько мы знаем, что в старые времена миром правили в основном белые мужчины, сексисты, расисты и империалисты, нам, к счастью, раскрыли глаза на историю, когда-то считали, ещё в очень старые времена, что истерия – это исключительно женская болезнь, даже каким-то образом её связывали с наличием матки, с какой-то патологией матки. Гистерон по-гречески – это матка. Позже выяснили, что истерия свойственна не только женщинам, но и мужчинам. И слово «истерия», как происходящее от матки, осталось только такой исторический курьёс. Но когда-то это всё-таки приписывали женщины, очевидно, в силу их большей всё-таки эмоциональности. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами. Мы уже в эфире, да? Я так понимаю, что вы так стремительно ушли и стремительно вернулись. Я бы даже сказал, истерично получилось. Ну что ж, мы продолжаем наш разговор. Резник Мартов в программе «Диагноз недели». Звоните, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефоны, напомню, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Пишите в WhatsApp 230-619. Один, говорим мы сегодня о демонстрации и людях, которые демонстрируют. Что угодно. Или не что угодно, кстати. Наверное, не что угодно, но очень многое. Истерию, её старое название – великий притворщик. Потому что истерия способна симулировать множество заболеваний. Даже не заболеваний, я правильно сказал, состояний. Значит, некоторым из них повезло наблюдать мне. Истерия, ну что навскидку, что приходит. Истерическая слепота, истерическая немота, истерическая глухота, истерические параличи. И даже я один раз видел истерическую беременность. То есть это что означает? Причём, заметьте, люди часто пытаются спутать истерическую симптоматику с симуляцией. Это неправда. Человек не осознаёт это? Человек искренне это ощущает. Что такое, например, механизм истерической беременности? Это для нас замечательный пример, каким образом организм, управляемый высшей центральной нервной системой, на какие чудеса он способен. Истерическая беременность у людей, у женщин исчезают месячные, у них возникают запоры, кишечник переполняется, кишечник раздувается газами, то есть за короткий срок формируется большой живот, исчезновение месячных, появляется тошнота, куда же без неё, всяческие жалобы, и требования, естественно, внимания к себе, как беременной женщине, заботы, ухода и так далее, и так далее. Причём это для самой женщины непонятно? То есть она не осознаёт, что она не беременна? Нет, она абсолютно искренна, она уверена, она говорит о будущем ребёнке, она говорит о том, что надо покупать и так далее, и так далее. Но это диагностируется, это лечится, это на какой-то момент является какой-то маленькой кратковременной катастрофой, потому что вдруг рушится весь этот образ, и рушится уже придуманный стиль жизни, в котором ты являешься объектом внимания и заботы бесконечной. Ну, такое видел один раз. Ну, кстати, в сериале «Рекламщики» или «Безумцы» на русском языке как раз показан такой эпизод, когда женщина, вот мнимая беременность, она как раз с ней ходила с этим ощущением, хотя не была. Даже не припомню, что я смотрел, не помню. Истерические параличи, допустим. Что для них характерно? Поскольку люди, страдающие стероидной психопатией, не знают анатомии, параличи же возникают, у них есть своя по ходу нервных стволов, где что отнимается и так далее. Допустим, истерический паралич, он выглядит, если паралич рук, то это вот как перчатки, это просто кисти берут и повисают вот так вот. И вовсе им вроде бы и шевелить нельзя, и даже рефлексы неврологические трудно отследить и так далее. То есть истерическая симптоматика диктуется логикой сознания жаждущего внимания. И истерические симптомы всегда выгодны. Но ведь если человек, который находится в этом состоянии, получает внимание, ему становится легче? То есть или нет? Да что значит легче? Если в этом некий смысл, то есть истерическое состояние, привлечь к себе внимание, когда внимание есть, что происходит с человеком? Я думаю, что как раз эта симптоматика может начать проходить, когда всё это не работает. Когда человек не получает желаемого результата, чёрт, это достаточно редкие явления, истерические параличи, слепота, глухота, это редкие явления, это нечасто. Но когда это бывает, это или проходит потому, что человек не получает внимания, но это переходят в какие-то другие тяжёлые невротические формы, или это лечится. Кстати, опять же, вот как я уже говорил, истероидная симптоматика всегда прекрасно лечилась с помощью гипноза, допустим, или каких-то методик, которые, как бы сказать, производят невероятный внешний эффект. Есть какая-то известная история из мемуаров кого-то из русских врачей, ещё далеко до революционных, где очень впечатлительная, демонстративная сельская девица утверждала, что у неё в животе лягушка, потому что она её проглотила, очевидно, вместе с водой, теперь уже лягушка, она её мучает, она не может не жить. Врач сказал, вот это она, да? Врач подошёл, произвёл какое-то чудесное деяние, накричал и показал лягу, что я, как бы только вышла из неё, немедленно её исцелил этим волшебным образом. Но опять это крайности. С чем мы имеем дело, когда встречаемся с серьёзно истероидными личностями в реальной жизни? В чём их замечательный талант и как их можно распознать? О чём бы ни шла речь, о политике, о каких-то других вещах, они везде будут в центре внимания. Ну, например, люди, которые сейчас борются за самые разные права человека. И мы всегда, люди, которые борются за гомофобией, с сексизмом, с расизмом, всё вполне поводы заслуживающей борьбы, серьёзные проблемы со временем. Позиции, кстати, с другой стороны тоже это. Да, то же самое. Так мы всегда можем распознать человека, который на самом деле глубоко безразличен к судьбам угнетённых по какому бы то ни было признаку. Мы всегда распознаем человека, для которого главное оказаться в центре внимания и бесконечно бороться, сражаться, читать пылкие речи, писать пылкие тексты, собирать лайки, внимание и так далее, и так далее. Обычно эти люди, при ближайшем рассмотрении в повседневной жизни, судя у кого-то страдающего, достаточно холодны. Им это неинтересно, потому что заниматься кем-то отдельным страдающим аплодисментов не приносит. Я вообще обратил внимание, что очень многие люди, даже из подписчиков в Фейсбуке или те, кто у меня есть во Френд-ленте, они реагируют на те события и говорят о том, что они не могут спать, не могут есть, не могут делать ещё что-то ровно до того момента, пока эта новость, которая их будоражит, не уходит из повестки дня. Как только эта новость уходит с первого плана на второй, на третий, на четвёртый, они нормально, у них всё становится с аппетитом, и они переключаются на любую другую новость. Соответственно, я в этом вижу некое лицемерие, потому что понятно, что когда ты находишься на волне некого такого эмоционального обсуждения, то тогда, конечно, выгодно написать пост и сказать, я не могу спать, потому что меня волнует то, что происходит с тем человеком или с той группой людей. Но как только эта волна уходит, они сразу об этом забывают. Вот буквально на следующий день уже это никого не волнует. Да, но я бы сказал, что совсем не всегда речь идёт о лицемерии. Очень часто речь идёт о людях, которым искренне важно не просто переживать, не спать, не есть и плакать, а обязательно сообщать об этом всем. Но это ведь демонстрация тоже. Естественно, естественно. Если ты не спишь, не ешь и плачешь, но этого никто не видит, никто об этом не знает, зачем тебе не спать, не есть и плакать? Но опять, это не то, что я лгу окружающим, хотя, наверное, есть и такие люди. Но очень многие люди искренне горюют и искренне переживают, и искренне об этом сообщают всему миру. И точно так же искренне, как вы сказали, когда какая-то тема перестает быть актуальной, переключаются в какое-нибудь другое горевание или какое-то время могут позволить себе побыть спокойствие. То есть получается, что демонстрация не всегда фальшива, да? То есть в этом есть элемент искренности. Ну, я же вам сказал, стероидная беременность тоже искренняя, истерические параличи искренние. И демонстрация очень часто искренняя. Это совершенно искренние люди. Они не скажут, что они тебе лгут. Они не будут вести себя, как будто они заранее составили хитрый план, и ему следуют. Боже упаси. Ну, как такого человека вычислить ещё на стадии, скажем так, спокойного, на спокойной стадии? Можно ли это предусмотреть, предсказать, увидеть? Смотрите, если говорить о том, что касается нас всех в повседневной жизни, ну, по идее, люди, которые устраивают большие и малые академические театры в социальных сетях, нас не должны сильно волновать. Это их право реализовать себя таким образом, это их право получать внимание, право других давать или не давать им внимание, они им вреда не приносят. Проблема в том, что они часто примешиваются к любому действительно хорошему и справедливому делу и поднимают страшный шум. Но это отдельная история. Куда сложнее иметь дело с истероидными личностями в личной жизни, в повседневной жизни. Если ты друзья, или это если твои члены семьи, если это, не дай бог, кто-то, кого ты любишь. Вот тут, что отличает истероидные личности, и что их сближает с нарциссами, это предельный эгоцентризм. Эти люди искренне сосредоточены на себе, на своих страстях, на своём впечатлении окружающих. Чем они отличаются от нарцисса? Нарцисс не нуждается в доказательствах. Нарцисс искренне убеждён в своём превосходстве. У него совершенно нормальная картина мира, где есть он, и здесь все остальные, которые призваны ему служить, выполнять какие-то важные для него задачи, и это не требует каких-то усилий. То есть ему не обязательно нужно одобрение? Ему не нужно устраивать большие сценические действия для этого. Он просто изначально обращается с людьми как с подсобными материалами для чего-то. Истероидные личности всегда будут устраивать сцены. Это выражение истеричка, которое употребляют уже давно по отношению к женщинам мужчинам. Если в семье есть человек, который регулярно устроит большие красочные сцены, сцены могут быть разными, сцены могут быть с криками, с битьём посуды, с бесконечными терзаниями себя. У меня был пациент, который вырос с истеричной мамой, которая чуть что было не по ней, начинала с криками «горе-горе», рвать на себе волосы, биться головой об стену. Можете представить, какое это всё впечатление производит на ребёнка, который всё это наблюдает. Но это и на взрослого может произвести впечатление. На взрослого тоже. Но взрослый хоть как-то может им что-то делать. Но в этом есть элемент артистизма, конечно. Ещё какой. Драма в худшем своём проявлении смысла. Истероидные люди я повторюсь, я говорю о людях, которых истероидность зашкаливает. Истероидные люди – это люди, которые будут устраивать сцены, они могут тебе даже сопереживать бурно, театрально, так, чтобы всё видели. Но, в общем-то, если в твоей семье выражена истероидная личность, ты не можешь на неё рассчитывать. Ты не можешь рассчитывать в тяжёлую минуту. То есть это ненадёжный человек? Это человек, который, скорее всего, что бы ни случилось в семье или где-то плохого, он будет в первую очередь требовать внимания к себе. Он будет кричать, как ему плохо, он будет биться в корчах, он будет… Ну, кстати, зачем далеко ходить за примерами? Известный термин – демонстративный суицид. То есть, когда человек показывает, что собирается совершить самоубийство, но этого не делает? Он даже это делает, но это делает себя так, чтобы его вовремя спасли. Хотя бывает так, что человек от сочетания демонстративности с плохим знанием медицины может переборщить и умереть посерьёзно. Но изначально цели умереть нет. Изначально цели умереть нет. Это цель – показать окружающим, как ему плохо. Если человек собирается порезать вены, он сделает это поверхностно, чтобы рядом были люди, которые вызовут скорую. Если он решил наглотаться таблеток, то перед этим в то же время сообщить близким, чтобы немедленно вызвали скорую, чтобы успели промыть желудок. И тому подобные вещи. Но это ведь, мне кажется, из детства тоже идёт, потому что когда ребёнком заболеваешь, то к тебе приковано внимание, тебя все… Ну, по крайней мере, в семьях, которые мы назовём там любящими, то есть повышенное внимание даже в этом смысле проявляют. Потребность во внимании – одна из нормальных базовых человеческих потребностей. И люди, которые говорят, что во внимании не нуждаются, это или святые, или они как-то лукавят, потому что внимание нужно нам всему. Когда мы становимся наркоманами внимания и делаем всё, чтобы его привлечь. Это уже такие патологические формы. Но это нехватка часто. Это ведь опять компенсация включается. Ну, тут мы можем исследовать. Есть, как это называли, истероидные ядерные психопатии, то есть когда это ядро личности, это фактически врождённое, или есть какие-то уже развившиеся при неблагоприятных условиях черты личности. Но это ведь как раз описывает Ирвин Ялом в своём «Когда Нитше плакал», Аннао, если я не ошибаюсь, её исследовали на предмет, кстати, истерии же. Это был очень популярный диагноз в те времена. Его ставили направо и налево. Как в СД сейчас, да? Да. То есть, в общем-то, для чего нам всем желательно разобраться, если рядом с нами тяжёлый истероидный персонаж? По большому счёту, с такими людьми, если у вас есть выбор, нельзя иметь дело. Потому что у вас ждёт большое разочарование, вас ждёт огромные эмоциональные затраты. Но у вас всегда будет отведена роль зрителя в зале. Если вспомним маленького принца Кзюпери, это был астероид, который уже был чистолюбец, говорит, о, вы мои поклонники, вы мне аплодируете, он всё время с того закланялся. Вот такая же роль отведена нам. Поэтому, наверное, человек с, возможно, временным результатом некой психологической травмы, которая уходит в эту истероидную бурю, он нуждается в какой-то помощи, и помощь ему искать нужно. Как при тех же истерических расстройствах я описывал. У нас звонок. Да, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей. Да, Сергей. Здравствуйте. Хотел узнать, а почему электорат ведётся и выбирает себе руководителей, правителей стероидных личностей. Вот Вадим часто пример приводит с Рейганом, что вот видите, он актёр, но он умел и повозглавить, и страну, и так далее. То есть вы сказали вначале, что политики – это актёры-манипуляторы, ну, в принципе, да, и им просто легче управлять коллективами большими. Поэтому вот и Рейган, и Зеленский, например, актёр-комик тоже. Да, какой вопрос у вас? Почему? А вопрос вначале сказал, почему электорат ведётся, выбирая себе управителей стероидных личностей? Да, спасибо. Ну, это вопрос, конечно, не ко мне, а к электорату. Но, как я вам сказал, стероидные личности умеют впечатлить. А люди, к сожалению, часто… Ну, люди хотят услышать хорошее обещание. Как сказать, наша политика – это как можно было не обещать. Люди любят обещания, люди любят красивые, цветистые перспективы. Многие люди, к сожалению, не любят анализировать происходящее. Многие люди, когда… Поскольку политическая реклама, как любая реклама, манипулирует нашими эмоциями, на самом деле слабыми местами, она находит всегда уязвимые точки в человеке, где человек, что называется, поддаётся и начинает искренне верить в то, что ему обещают. Но актёры или там люди стероидные, хотя не все актёры, такие, безусловно, мне кажется, ещё есть… Они умеют эмоционально подать свою речь. И это тоже очень важно. И это важно. Красная речь, ораторское мастерство никто не отменял. Я знаю одного человека, который… Я точно не знаю, как его описать, но он к тебе относится в какой-то момент искренне хорошо? Вот в этот момент ты веришь ему, что он искренне к тебе хорошо относится? Ну, проходит 10-15 минут, и он относится к тебе уже плохо с точно такой же искренностью. Это меня всегда поражало в этом человеке. То есть он может говорить тебе добрые, прекрасные слова, выйти и рассказать другому о том, какая ты сволочь. И всё искренне. И всё искренне. И это меня всегда потрясало, на самом деле. Это талант. Есть ещё один аспект демонстративности, который важен, так называемое демонстративное потребление. Ну, есть, вкратце, есть три уровня потребления. Базовое, это еда, вода, то, что нам всем нужно, жильё, крыша над головой. Есть функциональное, это всякие уже, что называется, бонусы. Машина, хорошая одежда и так далее. Есть демонстративное потребление, которое призвано подчеркнуть наш статус. То есть мы покупаем не просто тёплые вещи, а вещи, которые… Бренды. А при этом бренды, вещи, которые должны показать окружающим, к какому социальному слою мы относимся. И вещи, это могут действительно красивые вещи. И, наверное, вспомним модные показы, тоже своего рода искусство. Мне, правда, недоступное, но модные показы – это определённый вид шоу, это театрализованное действие, это красивые шествия, это, понимаешь, какие-нибудь карнавалы. И это тоже, наверное, многих впечатляет. Но где используется демонстративное потребление? Естественно, в рекламе. Продать просто машину трудно, но продать машину, внушив обладателю, что теперь становится король дороги, как сейчас существует в рекламе. Это ассоциируется с успехом в жизни. Ты мачо или ещё кто-то. Все крутые парни ездят на БМВ. Да-да-да. И тому подобные вещи. И это относится к самым разным вещам. Где-то, я же, помню, рекламировался то ли фен, то ли кофемол, как-то должны были подчеркнуть его превосходство над другими. Как может фен подчеркнуть превосходство из-за чувства превосходства? Это для меня до сих пор не совсем загадка, но меня это искренне по-детски удивляет. Как можно людей убедить, что купив фен или кофемашину, ты будешь чувствовать себя в своём превосходстве над обычными жалкими людишками? Ну, это ведь можно на примере телефонов. Например, есть поклонники Apple, есть те, кто не предпочитает Apple. И, соответственно, там тоже есть некое разделение, потому что я вот однажды говорил с одним знакомым, он говорил, на меня реклама никакая не действует. Я говорю, ну, а почему у тебя телефон Apple? Ну, я лоялен этому бренду. Соответственно, значит, реклама каким-то образом действует, потому что ведь объяснили, что этот бренд, ну, не знаю. Не знаю, я лоялен бренду Apple по простой причине. В своё время я купил iPhone. Какой-то из первых, кто здесь появился, ну, первого поколения. И с тех пор? И с тех пор я периодически, не потому что я к ним привык, мне удобно и мне нравится. Наверное, если я купил первым Samsung, возможно, по-прежнему оставался бы с ними, не знаю. Но опять есть, наверное... Ну, я только читал о них, золотые телефоны, покрытые бриллиантами или стразами. Такое мне не понравилось. Вертур же были. Но говорят, есть. Верту или Верту. Верту, наверное, назывался. Поэтому, наверное, культура потребления – это великая вещь, которая, конечно же, тоже используется для манипуляции покупателем. Но быть в сообществе того или иного бренда, ведь это тоже работает, например. Возможно. Вроде вообще нравится свои сообщества какие-то. Есть клубы любителей определённого типа автомобилей, которые даже собираются в какие-то совместные пробеги. Но это демонстрация или это всё-таки нечто другое? Не, наверное, опять элемент демонстрации есть везде. Демонстрация сама по себе не так плохо. Мы что-то о себе всём демонстрируем окружающим местом. Мы непредельные интроверты. Посмотреть себя, показать. Ещё раз. Демонстративность сама по себе не патология. Зашкаливающая демонстративность проблематична. Но мне кажется, наверное, если демонстративности не было, жизнь была бы намного скучнее, с одной стороны. Мы бы лишились сценического искусства, мы бы лишились кино, мы бы лишились каких-то красивых вещей, которые нас часто впечатляют. Мы бы лишились ярких, интересных людей, которые оставляют след в нашей памяти. Мы много чего лишились бы. С другой стороны, наверное, если бы реклама не управляла нами в таких количествах, внушая нам определённую, как бы сказать, ценность различных самых разных вещей для нашего имиджа, возможно, мы тратили бы меньше денег. Значительно на те вещи, которые нам не нужны. У нас ещё звонок под занавес эфира, его примем. Здравствуйте, как Вы? Добрый вечер. А у меня вот такой вопрос. Вот тяжёлые такие физические дефекты, особенно на лице, как вот, например, заячья губа, она может оставлять на личность какую-то психическую составляющую? И, например, вот из руководителей в мировом масштабе были такие личности? И чем они прославились? Такие-то, как заячьи губы вы имеете? Ну, я так понимаю, что с физиологическими какими-то особенностями. Но Черчилль не был красавцем, мягко скажем. Красавцем мало кто был исправитель. С точки зрения такого. Я думаю, что физический дефект, да, наверное, у ребёнка создают определённые комплексы. Особенно ещё в те времена, когда пластическая медицина не была особо развита. Но, по идее, мне кажется, в наше время при наличии пластической хирургии, при правильном поведении со стороны семьи и помощи психологов это не должно оставлять долгоиграющего травмирующего эффекта. Насчёт людей-правителей с какими-то физическими дефектами выраженными, мне, честно говоря, на ум никто сразу не приходит. Ну что ж, будем на этом подводить итог нашего эфира. Единственное, что когда нужно бить тревогу? Когда демонстрация? Вот где та зашкаливающая, где та линия, за которой начинается уже патология? Бить тревогу для кого? Для того, кто демонстрирует? Или для своего родственника, если видно, что человек слишком в этом погряз? Тревогу можно бить исключительно для себя самого. И это тоже, кстати, демонстрация. Только для себя самого можно. По крайней мере, включать осознание, что что-то не так. Потому что иначе ты рискуешь потратить бесконечное количество эмоций, сил и так далее, на то, чтобы подпитывать чужую жажду признания. Наверное, если это не сильно запущенный случай, мы можем с человеком поговорить и дать ему понять, что его поведение разрушает ваши отношения, непорезанное для него. И, возможно, человек может начать искать какой-нибудь помощи. Но, в общем-то, всегда мы бьём тревогу, когда нам дискомфортно, когда мы чувствуем, что нам плохо. Если нам от чего-то плохо, в частности, от того, что наш партнёр или кто угодно ведёт себя как прима-балерина или как актёр на сцене, постоянно собирающий поклоны и цветы, и тебе от этого грустно и одиноко, стоит задуматься. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим программу «Диагноз недели». Её провёл врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов. Я с вами не прощаюсь. Мы встретимся через час в вечернем интерактиве. А Ариэлю мы говорим до свидания, до следующей. Через неделю встретимся. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»